Добрый вечер! За взятку и служебный подлог. Экс-заведующая отделением профилактики 20-й поликлиники Ирина Авраменко 14 мая была приговорена Киевским районным судом Одессы к 5 годам и 6 месяцам колонии. Ее признали виновной в многократном получении взяток и служебном подлоге. В 2011 году женщина получала от 100 до 1000 гривен от одесситов за поддельные справки о состоянии здоровья. Всего она организовала более 15 фальшивых медкомиссий. Женщина почти два года находилась в СИЗО. Сегодня апелляционный суд отменил приговоры. Уже через два года Ирина Авраменко сможет снова работать врачом. Кстати, совсем недавно в эфире программы «Одесса под контролем» начальник горздрава Игорь Шпак заявил, что ни один одесский врач не был приговорен судом за должностное преступление. За последние несколько лет не было судебных рассмотрений этих случаев. Я официально заявляю, что ни один врач города Одессы не осужден. Почем кайф? Под воздействием курительных смесей человек не понимает, что происходит и ведет себя неадекватно. В это время в его нервной системе происходят необратимые процессы. Как правило, на крючок попадает молодежь. Впоследствии почти половина из них переходит на более тяжелые наркотики. При этом удивляет наглость наркодилеров, которые уже давно перестали прятаться. Об этом материал Вадим Ашпаченко. Сейчас мы находимся на углу улиц Терешковой и Космонавтов и проверим, действительно ли прямо на остановке автотранспорта продают наркотики. От чего удовольствие можно получить? Удовольствие. Шамана-мамба. Ну, то есть она прет, да? Да, есть за 100, есть за 80. Давай начнем в 60. Слышишь, а в чем разница? Ну, надо пробовать, подсчитать, не знаю, где это уже определили. Постоянно. Угу. Постоянно пробуем, я пробуем. Да не сразу граммают, точно. Благовоние для пепельницы, превосходный вкус трипа, большая продолжительность, сила действия, букет эффектов. Только что, прямо на остановке, я купил некую смесь. Продавец меня уверил в том, что она прет. Напотив рынка черемушки находится ломбард. Рядом с ним находятся якобы курительные смеси. Там продают тоже разные порошки. Там поинтереснее, чем тут место, да? Я не знаю, порошок, на вид порошок. Люди рассказывают, что крыша из этого едет, все что угодно с ним происходит. Наша съемка выходит из-под поля, сейчас мы подойдем к людям на остановке и узнаем, что они думают по поводу этого небольшого бизнеса. Кстати, эту штуковину заворачивали прямо при мне. Из-за приоткрытого окошка я слышал щелчки степлера. Если вы так это в открытую говорите, значит, надо в наркоконтроль. Конечно же, это не нормальницы продают, потому что в нашей стране это нелегально. Но ничего не доказано. Люди настолько не думают головой, не думают о своем здоровье. Каждые три минуты здесь кто-то что-то покупает. Ну, мы когда с ним на остановке, допустим, подходят очень часто. Вон парень только что оттуда вышел. Эти дебоширы здесь покупают, и потом впоследствии возле детей это все происходит на детских площадках. Против наркотиков. Местные жители. Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович и Новая Одесса. На улице города возвращается экопатруль. Согласно решению последнего исполкома, передвижные мелкорозничные торговые приспособления, а также объекты некапитального строительства запрещено самовольно размещать на территории зеленых зон, а также на необорудованных участках. За соблюдением закона теперь будут следить сотрудники эко-милиции. Новые расходы или экономия бюджета, расскажет Дмитрий Долматов. Уличные торговцы – самая главная проблема Одессы. К такому выводу можно прийти, если внимательно следить за решениями городских чиновников. Помимо уже существующего управления торговли, а также инспекции по благоустройству, Горсовет выделил еще около 700 тысяч гривен на отряды эко-милиции. 17 государственных надзирателей будут пресекать нарушения правил благоустройства города. Сегодня мы говорим, что это заезд на зеленую зону, это разведение костров, это загрязнение территорий. Предусмотрено по этой статье максимальный штраф 1800 гривен. Сегодня будут предприняты определенные меры по пресечению несанкционированной торговли. Таким образом, в ходе рейда сотрудники эко-милиции обнаружили на территории Старо-базарного сквера злостного нарушителя. Предприниматель, страшно подумать, размещал в парке детские аттракционы и ларьки со сладкой ватой. Расставляет во всех парках свои объекты незаконно. Он будет штрафовать? Помимо штрафовать, он будет еще демонтирован. Эко-милиция в действии. Из трех рядом стоящих передвижных кофе-машин, госслужащий подходит к Борисе, который не успел свернуть свой бизнес. Теперь он будет отвечать за всех. Закрываем. Больше сюда. Сейчас вам на вас составят еще раз протокол. Документы ваши, удостоверяющие вашу личность. А сейчас нет. Значит, вы будете задерживать. Мы говорили, что мы будем присосками в бюджете города. Нет, получилось, что хоть и первый год мы, те деньги, которые были затрачены на нас, вот вам сказали, мы их оправдали и даже сделали прибыль в бюджет города. В прошлом году было составлено порядка 800 протоколов на общую сумму около миллиона гривен. Сотрудники эко-патруля будут работать круглогодично во всех районах города. А потом снова тендер. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Неприятные запахи в Одессе. Море ни при чем. Источник вони ищут в порту и на станции биоочистки. Мобильная лаборатория успела взять пробы воздуха в различных районах города. Результаты анализа переданы в областную экологическую инспекцию, которая имеет полномочия выявлять и наказывать виновных. Напомним, на прошлой неделе в Одессе снова неприятно пахло. Сероводород превысил норму в два раза. Экологи искали причину на Балковской. Теперь источник выбросов пытаются обнаружить в порту и в районе станции биологической очистки «Северная». И далее ЧП «Осторожно огонь». За прошедшие сутки в Одессе и области произошло 17 пожаров. В Одессе из-за неаккуратности пожилой женщины причиной пожара стала восковая свеча, оставленная без присмотра. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось ликвидировать очаг возгорания. К счастью, обошлось без жертв. А в минувшее воскресенье в Одессе прошел третий этап Кубка Украины по скоростному велоспуску со склонов. Мероприятие проходило в районе пляжа «Дельфин». Одессит Михаил Шумин сумел преодолеть трассу на двухподвесном велосипеде за 50 секунд, заняв первое место в данной категории. Лучшим велосипедистом, проехавшимся на велосипеде с жесткой рамой за 56 секунд, стал «Хардтейл» Богдана Вращенко из Днепропетровска. А жителю города Южный Андрею Фадееву с результатом в 59 секунд досталось почетное первое место в категории «Мастера». Кроме того, в рамках соревнований состоялся конкурс по прыжкам с земляного трамплина «Дети Джампинг». Ну а трансатлантические гребецы путешественники экстремала Теодор Резвой со своим другом-механиком Евгением Стояновым совершат пробег «Одесса-Владивосток-Улан-Батор-Одесса». Общая протяженность маршрута более 23 тысяч километров на 50-кубовых мопедах. С путешественниками общалась Дарья Сидоровская. Уже этой ночью одесские путешественники отправятся покорять Евразию на мопедах. Для экономии взяли БУ-транспорт. Перед поездкой его капитально отремонтировали, старые детали заменили на новые, более надежные. Основное внимание – мотору. Изначально не было крепления под багажник, тем более такого объема. Изначально его пришлось сделать. Так как у нас мало места, допустим, в прямом росте, в таком мопеде достаточно тяжело ехать, поэтому были сделаны их для безопасности дуги, ну скажем, больше для безопасности мопеда в случае падения, чтобы он не был поврежден. И вот эти ножки в дальней дороге, что удобно, получается, что можно будет... Потому что если держать их все время здесь, колени все время согнуты. Их можно будет поставить так, а можно их будет поставить на дороге так. И немножко отдыхать. Для мото-пробега энтузиастами была собрана сумма более 90 тысяч гривен. Причем последние деньги на бензин провожающие давали прямо во время торжества по поводу старта пробега. В импровизированную шляпу набросали около четырех сотен долларов. Желаю ни гвоздя, ни гаишника по дороге. Ну и чтобы техника не подвела самое главное. Удачи, хорошие дороги, приятного путешествия, людей, новых впечатлений. Пробег будет официально зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса. Об этом стало известно в лондонском офисе организации. Преодолеть такой длинный путь по весьма сложной трассе на мопедах еще не удавалось никому в мире. Это будет первый в истории СНГ мопедо-пробег. Вот на таких мопедах Теодорий Звой и Евгений Стоянов проедут более 23 тысяч километров. Дариса Доровская, Олег Шпак, Новая Одесса. И далее новости спортивной жизни. Одесский черноморец и донецкий шахтер встретятся завтра в Одессе, чтобы побороться за Суперкубок Украины по футболу. Вчера Суперкубок Украины, один из трех украинских трофеев высшего ранга, прибыл в Одессу. Его установили на Аллее Славы стадиона Черноморец, чтобы все желающие могли сделать фото с кубком и даже прикоснуться к нему. Завтра Суперкубок будет стоять на своем месте с 12 до 15, а затем с 17 до 19 часов. После чего трофей увезут с Аллеи, чтобы в среду вечером он мог стать призом черноморцу или шахтеру. В Одесской мэрии завтра решили организовать круглосуточное движение общественного транспорта, чтобы развести болельщиков после. По данным мэрии, 10 июля 2013 года продлевается время работы городских маршрутов общего пользования до 24 часов. Троллейбусного 2 и 9 и трамвайного 28, а также основных автобусных маршрутов. В Одесском зоопарке родился верблюжонок. Малыш появился на свет 7 июля. Вес новорожденного 30 килограмм. Отец малыша 16-летний Форд Горд за прибавление в семействе. Мама новорожденного питомца Одесского зоопарка – двугорбая верблюдица Аврора. Ей 8 лет, и она уже в пятый раз стала матерью. Вообще-то верблюды – старожилы Одесской коллекции животных. Они неприхотливы и непривередливы. Регулярно, практически раз в год приносят потомство. Одесские верблюжата уже живут в Винницком зоопарке, в Харькове и Оскании Новой, рассказали в зоологическом парке. В этом выпуске вас ждет еще прогноз синоптиков. Мы увидимся в 21.00 и подведем итоги этого дня. Всего вам хорошего. До встречи на Новой Одессе. Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ. За даними Центру погоди, у середу 10 липня в Одессі протягом дня буде малохмарно. Вітер північно – 1,3 метри на секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів вертутного стовпа. Відносна вологість повітря – 65%. Температура повітря вночі – 24-26. Вдень – 26-28 градусів з позначкою «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ. Впевненість у квадраті. ТЕКОМ.